Никогда в своей жизни я не думал, что мне придется дать эту новость о том, что убит Борис Немцов в Москве. Я не знаю, мне правда сложно вести эту программу, потому что для меня это близкий друг. Это очень храбрый человек, отважный человек, чистый человек, честный человек. За это он и погиб. Борис Емфимович, как вы считаете, по жалобе сознательного московского адвоката прокуратура примет это дело? Дело в том, что уже третий раз пытаются возбудить против меня уголовное дело по вопросам взаимоотношений России и Украины. Первое дело, оно такое смехотворное, когда, будучи в Киеве еще в апреле, я сказал, что Путин психически ненормальный человек. Но, естественно, используя ненормативную лексику, вы уж меня извините. На самом деле против русских людей ведется мощнейшая, я бы сказал, информационная война. Против людей, я подчеркиваю. Это такой информационный террор. Две трети граждан нашей страны получают информацию из телевидения. А телевидение работает как настоящий такой боевой, гнилой, лживый, пропагандистский такой дерьмомет, я назову. В принципе, в головах людей возникла просто кошмарная такая перевернутая картина мира. Украинцы фашисты, в Киеве свирепствуют бандиты, на улицу уходить нельзя. Мы боремся с фашизмом, в том числе в Крыму и так далее и тому подобное. Путин придумал довольно оригинальный способ мобилизации как раз вооруженных людей. И постоянно, из-за того, что эта пропаганда не прекращается уже несколько месяцев, вот эти оболваненные люди, у которых съели мозг и вложили туда файл ненависти к Украине и к украинскому, эти люди, даже, кстати, не за деньги вполне, пересекают границу, в том числе и с оружием. Вот представьте себе ветерана, например, Афганской войны или ветерана Чеченской войны, которые с утра до вечера говорят, что там в Киеве засела такая то ли жидо-бандеровская, то ли фашистко-бандеровская, то ли черная такая хунта, которая ставит свою задачу уничтожить русский народ и уничтожить его, в первую очередь, на Востоке. С утра до вечера вот эта гнусная, лживая, подлая, такая, хуже гебельсовской пропаганды работает. И очень многие люди вполне, кстати, наивно и искренне верят, что так оно и есть. Путин сделал все, что сделать украинским народом врагом русских, и это ему никогда не простят, это преступление, которое не имеет срока давности. Если бы Немцов стал президентом России, я не знаю, что было бы с Россией, но Украина бы процветала. Потому что не было бы никаких конфликтов, и никто бы не играл на всяких эфемерных защитах русскоязычного населения. Никогда в своей жизни я не думал, что мне придется дать эту новость. Продолжение следует... Продолжение следует...